В этом году организаторы решили обновить привычный для горожан праздничный маршрут и перенесли начало гуляний с площади Народного Единства на Нижегородскую ярмарку. В полдень здесь откроется выставка «Колесо истории», а чуть позднее для гостей праздника начнется концерт. Но самым ожидаемым событием на этой площадке станет открытие мультимедийного парка «Россия. Моя история». Посетители выставки смогут в буквальном смысле шагнуть на два тысячелетия назад и пройти по всем ступеням становления нашей страны. Особое место в экспозиции занимают стенды, посвященные роли Нижнего Новгорода в судьбе России. Посмотреть на оживших с помощью голограмм политических деятелей разных эпох, своими руками перевернуть страницы истории страны и города и увидеть оцифрованные архивные кинохроники на куполе ярмарки нижегородцы смогут 4 ноября с 13.30. Знакомить с историей нашего края горожан продолжат и на площади Минина и Пожарского. В два часа здесь начнется реконструкция сражений и откроется ярмарка народных промыслов от местных мастеров. А те, кому по душе современное искусство, могут посетить фестиваль граффити. Слева от памятника Чкалову художники распишут стенды рисунками и историческими надписями на тему дружбы народов. А в два часа на главной сцене, которую по традиции установят на площади Минина и Пожарского, начнут выступать творческие коллективы. Гостей будут развлекать песнями, танцами и игрой на музыкальных инструментах. Кульминацией праздника станет выступление приглашенных артистов. В 18.45 начнется концерт группы «Земляне». А после на главную сцену Нижнего Новгорода выйдет Надежда Бабкина с коллективом «Русская песня». Завершится День народного единства праздничным салютом. Валерия Стародумова, Алексей Ревягин, Служба новостей «Город». Редактор субтитров А.Семкин